Чтобы приготовить такой Наполеон, нужно приготовить слоёное тесто. И в этом видео смотрите полный рецепт приготовления. Для замешивания теста понадобится 1 яйцо, 130 мл растительного масла, 3 столовые ложки лимонного сока, 1 чайная ложка соли, 2 чайные ложки сахара и бутылка минералки, 200 мл. 450 мл просеянной муки. Я всегда просеиваю. И сливочное масло для смазывания. Я его выставила специально, чтобы оно было таким мягеньким. В яйцо выливаем бутылку минералки, лимон, высыпаем соль и сахар, и растительное масло. Ну и всё перемешиваем. Постепенно будем подсыпать муку. Постепенно. Посмотрите, какое тесто получилось. Оно легко отходит от рук и вообще не прилипает. Смотрите. Не прилипает к рукам. Вот именно 450 мл муки в эти пропорции соблюдайте. И у вас всё будет хорошо. Теперь его нужно оставить на 20 минут отдыхать. Это тесто делим на 4 части. Раскатываем 4 кружочка. 3 колобочка. Ну, а этот колобочек я буду раскатывать в тонкий корж. Раскатала вот такой корж. Вы знаете, как легко катается? Не прилипает ни к чему. Почему? Потому что здесь растительное масло. И сейчас вот тоненько-тоненько, видите, я раскатала его. Аж прозрачно. И вот сейчас я вот этим маслицем буду вот так смазывать. Вот в чём прикол. Вы понимаете? Как интересно. Вот и так нужно сделать этот корж. А потом я вам покажу, когда второй. Таким образом смажу, что нужно сделать потом. Где-то много получилось, где-то мало, где-то ровный, где-то неровный. Это не имеет смысла. Сейчас самое главное вот так сложить. Я делаю первый раз вместе с вами. Просто сложить, сделать вид. Да? Что мы что-то делаем. Ровно-неровно. Ладно, так получилось. Значит, мы сейчас сделаем это одной рукой. Неудобно. Переложим и свернём конвертиком. Я так свернула. Теперь это тоже нужно всё промазать маслом. Сейчас вот так. Да? И опять смазать надо. Видите? Всё смазать все. И вот у нас уже один конвертик. Готов. И так же и этот. Эту часть. Раз. Два. И следующий корж раскатать и смазать. Не такой красивый вышел. Но ничего, как есть. Смотрите. Всё смазала. Теперь закрываем. Закрываем этим слоем. Вот у меня второй конвертик. Видите? И тут сверху тоже маслицем смазала. И так все слои. Раскатать тонкий корж. Смазать маслом. И завернуть конвертиком. И вот, в принципе, всё готово. И спрятать вот такой конвертик в морозилку или в холодильник. Я не знаю там. А завтра уже можно выпекать. Ставьте лайки. Подпишись на мой канал. Нажми на колокольчик и на все уведомления.